В посёлке Красное три семьи вскоре отпразднуют новоселье. Переселенцы из ветхого и аварийного жилья уже получили ключи от благоустроенных квартир. С одной из счастливых обладательниц новых квадратных метров пообщалась и наша съёмочная группа. Туалет на улице, холодный туалет. Воду таскали. Экскурсию по своему старому дому Надежда Дуркина проводит неохотно. Воспоминания не самые приятные. Никаких удобств. К тому же в бараке было холодно. Вот видите, какие всего-то были сделаны из досок. Стены-то, перестенки-то. И вот тут тоже перестенки. Тут уже вон. Садили уже. Тут посмотрите, что творится. Сегодня в деревяшке можно смело снимать фильм ужасов. Кривые стены и полы, выбитые стёкла, груды мусора. Здесь уже давно никто не живёт. Дом облюбовали местные любители горячительного. Впрочем, в ближайшее время барак должны снести. Взамен ветхого жилья собственникам выдали благоустроенное в новом микрорайоне посёлка. Надежда Дуркина всего пару недель назад получила ключи от двухкомнатной квартиры. Ну, конечно, свои труды. Надо, конечно, где-то что-то подделать. Поставить тамбур, чтобы там, как говорится, проходит, надо утеплить. Там вода, как говорится, труба проходит, надо утеплить. Ну, это уже наша проблема, как говорится. 52 квадрата с просторными комнатами, кухней, душевой и туалетом. Помимо системы водоснабжения и канализации, дом оснащён автономным отоплением с газовыми котелками. Это позволит новосёлам значительно сэкономить на коммунальных платежах. Четырехквартирный дом возводила компания СМП-83, строительное монтажное предприятие 83, зарегистрированное у нас в посёлке Красное. Вообще, надо сказать, что все дома в этом микрорайоне возводились этими строителями. Дом из пеноблока на ленчатом фундаменте. Четыре двухкомнатные квартиры. Все квартиры благоустроенные, то есть автономное отопление, водоснабжение и канализация. Дом был построен в конце прошлого года, приобретён округом для расселения жителей из ветхоаварийного жилья. Всего же в Красном аварийными и подлежащими сносу сегодня признаны три многоквартирных дома. Один из них, пятиквартирный, планируют расселить уже в этом году.